Новый сезон любительской футбольной лиги Щелкова стартовал на стадионе Вобросцова. Два дня интересных матчей провели сразу три дивизиона. Прекрасная погода и атмосфера царили в эти выходные на футболе. Более 20 матчей прошли на обновленном стадионе. Его модернизация началась осенью прошлого года и продолжается по сегодняшний день. Два поля с искусственным покрытием, предназначенные для любительского футбола 8 на 8. Новые футбольные ворота, трибуны с навесом, сетчатые ограждения, осветительные мачты. Все для того, чтобы футболисты с удовольствием и комфортом играли в футбол, а болельщики смотрели интересные матчи. В этом году будут расширены трибуны, оборудованы пляжные и детские площадки, появятся кафе и ограждения по периметру поля. Этот сезон для нас особенный. Впервые мы его стартуем и планируем полностью провести на новом стадионе, на обновленной арене Обросцова. Здесь все условия предоставлены для того, чтобы матч проходили именно в нашем формате 8 на 8. Здесь мы чувствуем себя как дома и, как видите, уже команды показывают довольно хороший футбол, ну и тоже себя ощущают здесь по-хозяйски. В первом туре в центральном матче встретились одни из сильнейших команд первого дивизиона – «Заря» и «Рековери». Своё преимущество демонстрировала команда «Заря» и, несмотря на усердные попытки, отыграться «Рековери» не удалось. Матч закончился со счётом 3-2 в пользу «Зарей». Кстати, впервые в истории матч чемпионата любительской футбольной лиги Щёлкова транслировали в прямом эфире Щёлковского телевидения. Сезон 2023 года – долгожданный сезон. Наконец-то начались игры на прекрасном поле с хорошим соперником в первый тур. Многое будет решать по итогам сезона. И все, как и я, наверное, рады, что всё-таки он начался. Планы самые высокие, то есть задача чемпионства и победа в Кубке. Побеждать в каждом матче. Ну и удачное выступление в Лиге чемпионов, хотя бы наконец попасть уже в финал четырёх. Насыщенный матч состоялся и между командами «Палыч Стар» и «Мирострой». «Палыч Стар» одержали победу со счётом 7-5. «Ожидания какие. Бороться за первое место. Сегодня первый шаг сделали к этому. Мы играли с «Мирострой». «Мирострой». Команда ребят техничная, но у нас тоже техничная. И, как бы, получается, кто ошибается, идёт контратака, получается, голы забили. Поэтому много сегодня голов забили. Приятно играть на таком поле. Всё замечательно, прекрасно. Трибуны, ворота, всё». По результатам тура первые четыре места в турнирной таблице первого дивизиона заняли команды «Аврора», «Палыч Стар» у «Палыча» и «Заря», набравшие по три очка. Лучшими бомбардирами стали Алексей Дацак, Семён Замышляев, Артём Закиров, Тимофей Боковец и Иван Мамаханов из команды «Аврора», Рамиль Незамединов и Андрей Фандеев из «Палыч Стар», Сергей Харламов и Аванес Арутунянц из «Мирострой» и Андрей Зотов из «Зари». В следующие выходные все три дивизиона любительской футбольной лиги «Щёлково» ждут новые матчи, победы и поражения. А мы продолжим следить за новостями «Щёлковского футбола». Евгения Корыть, Кавалерия Жеглей, Щёлковское телевидение.